Сегодня праздник сладко тающего рту. Гурманы всего мира отмечают международный день десерта. Популярность вкусных блюд, именуемых десертами, дошла до того, что среди неофициальных праздников начали появляться дни, посвященные тому или иному десерту. Например, день торта, день нутеллы, день эскимо, день морковного торта, день пирожных, день шоколада. Наконец, появился и объединяющий все эти праздники Международный день десерта. Он также носит неофициальный характер и распространяется преимущественно благодаря поклонникам сети интернет. Правда, до сих пор среди любителей сладкого не сформировалось общее мнение относительно того, когда же отмечать сей праздник. Кто-то ратует за встречу его 12 ноября, день национального десерта, кто-то 1 февраля. Появление второй даты, очевидно, связано с невероятной популярностью десерта Кейкспопс, созданного в США с участием блогера и кондитера Энджи Дадли и получившего в 2008 году широкое распространение и признание. Празднование дня десерта началось с появления нового лакомства – Кейкпопса. Со временем символом этого дня стали и другие пирожные. Кейкпопс – десерт, напоминающий Чупа-Чупс, конфету на палочке. Реально он готовился из бисквитного теста и шоколадной глазури, но позже появились вариации этого блюда. Идея миниатюрного пирожного в виде шарика понравилась не всем, но сама Дадли в нее поверила и стала выпекать многочисленные вариации Кейкпопов. Она стала придавать им разную форму и выпекать пирожные к праздникам, к Рождеству, Хэллоуину, Дню Благодарения. Вскоре такие пирожные стали востребованными. Они нравились аудитории разного возраста и были удобным блюдом для подачи на вечеринках и детских праздниках. Стоит отметить, что десерт не всегда является сладким блюдом. В этом качестве иногда выступает сыр или икра. Так что нельзя сказать однозначно, что десерт – это удел исключительно сладкоежек. Международный день десерта – это праздник, который хочется отмечать каждый день. Тем более, что видов сладкого лакомства столько, что вполне хватило бы на год празднования. Капкейки, мафины, чизкейки, тирамису, макарон. У каждого десерта своя история и свой создатель. Десерты присутствуют практически во всех кухнях мира, имеют появление некоторых даже обросло легендами, а других связаны с именами знаменитых исторических личностей. Французские эклеры, например, придумал Антуан Карем, которого называли поваром-архитектором и королем поваров. Он считал, что кулинария подобна зодчеству, и там, и там требуются точные пропорции и расчет. Его кулинарные шедевры сравнивали с творениями итальянского зодчего Андреа Палладио, ведь Карем создавал из бисквитов античные замки и причудливые постройки. Судьба этого повара словно сошла со страниц романа. Карем родился во время Великой французской революции в бедной семье, в которой было 14 детей. Отец оставил его у парижских ворот с узелком и несколькими монетами и велел устраиваться в жизни самому. 11-летний Антуан стал работать в трактире за еду и ночлег. Мальчик был сообразителен и расторопен и вскоре попал в ученики к прославленному кондитеру. Антуан не только запоминал, но и записывал ночами все хитрости кулинарного ремесла. Карем добился больших успехов в готовке и стал одним из основателей новой кулинарии. Став знаменитым, он служил при дворе королей и знатных вельмож. Готовил для европейских правителей Франца II и Георга IV, для Джеймса Ротшильда и даже для нашего царя Александра I. Из Петербурга Карем вернулся с новым именем Антонин. Ему понравилось, как называли его русские. Под именем Антонин Карем вышли три его книги из серии искусства французской кулинарии 19 века. Он планировал написать еще две, но не успел. Антонин Карем умер в 48 лет от легочной болезни, вызванной угарным газом печи, возле которой повар королей провел всю свою жизнь. Международный день десерта стал обобщенным праздником. Всем сладостям. 1 февраля кондитерские разных стран представляют новинки меню, проводят мастер-классы по приготовлению и оформлению десертов, устраивают конкурсы поваров, где участники представляют на суд гостей свой собственный десерт и пробуют десертные творения других участников. А какой десерт у вас будет сегодня на столе?